Во Владивостоке прошел пятый фестиваль-выставка беспородных собак. Мероприятие организовано фондом УМКО при поддержке администрации города. Главная задача фестиваля – привлечь финансовую и физическую помощь, а также найти новый дом для четвероногих. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы жители, которые не знали о нас, могли, не приезжая к нам в центр УМКО, узнать, что все наши собаки социальные, претендующие буквально название образцовой городской собаки, что все они привиты, чипированы, стерилизованы, и не страшно брать собаку из приюта. На фестивале жители познакомились с беспородными собаками, послушали лекции, поучаствовали в благотворительной ярмарке и передали посылки животным. Для детей было организовано шоу с аниматорами. Вообще я очень рада, что сейчас администрация и глава города уделяют большое внимание животным. Это очень приятно, очень отрадно. И субсидии, то есть грантовая поддержка, и поддержка самого мэра и его команды. Это тоже очень, так скажем, очень лестно для нас. И то, что один из заместителей главы города стал опекуном нашей собаки, а до этого приезжал каждый выходной гулять с ним, это тоже очень круто. Их телеграм-канал и вообще их проект «Ищу человека». Очень крутая тема. После дефиле собак заместитель главы администрации города вручил благодарственное письмо директору фонда УМКО. Целая администрация города Владивостока поддерживает разные фонды. У нас есть целый сайт «Животные.ВЛ». На нем мы размещаем всех кошек и собак со всего города. И людей привлекаем к этой деятельности, к деятельности волонтеров, чтобы помогать животным и, соответственно, где-то что-то домой забирать собачек. Мероприятия проходят регулярно, поэтому мы всех горожан призываем участвовать в таких мероприятиях и жить жизнью вот этих бездомных кошек и собак, и любить их, и, конечно же, забирать домой. Отметим, на фестивале можно только познакомиться с животными. Для того, чтобы забрать нового члена семьи домой, нужно приехать в фонд УМКО. Также можно стать опекуном собаки и проводить с ней время на выходных. Напомним, фонду нужна любая помощь. Помимо финансовой можно привезти корм и лекарства, приехать поиграть с собаками, а также стать волонтером. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. 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 Продолжение следует...